Доброе время суток, что Декорлевки. Сегодня воскресенье. Мы вылезли из своих теплых квартир для того, чтобы принять участие в очень серьезной активности, которая, я думаю, будет влиять на спортивную жизнь нашего района. Связана она, как всегда, с территорией нашей школы и с территорией волейбольной площадки, как это неудивительно сейчас звучит, вот находящейся за мной. Сегодня в эту жуткую погоду со мной Алексей. Алексей, иди сюда, пожалуйста. Вот, он сейчас представится. Шаульн Алексей, Центр молодежных проектов Неравнодушный Смоленск. Алексей, что ты делаешь в воскресенье в такую погоду у нас на территории? Это страшный вопрос. В общем, мы решили сделать небольшое видеообращение по поводу проекта «Летний волейбол». Проект существует 4 года, и до этого действовал на других площадках, здесь не действовал. Но в начале сезона мы провели опрос, который попал в объединенную королевку, вот, и вызвал очень большой отклик. И помимо наших постоянных школ, где он работает, на 25-й, 29-й школы, ну и других, которые были запущены ранее, там, открывались, закрывались, вот. Вот, масса голосов, как бы, вызвала понимание, что здесь это интересно. Район, ну, достаточно обособленный, и часто людям, ну, достаточно сложно куда-то ехать, чем-то заниматься. «Летний волейбол» — это проект, который направлен на то, чтобы в шаговой доступности люди могли в летнее время, с мая по сентябрь, играть на волейбольных площадках при любительском уровне. То есть это не для профессионалов, там, скажем так, в любом случае смешанными командами. Вот, от 15 лет. Чисто по весовой категории, чтобы это было не травмоопасно для всех. Вот, соответственно, мы бы хотели включить, скажем, одну из площадок, да, существующих здесь в этот проект. Во-первых, наверное, мы прикрепим опрос, и мы, ну, чтобы люди вообще откликнулись на сколько... Я тебе сразу скажу, это очень интересно, и народ откликнется. Ребята, давайте, значит, смотрите, площадка вот, она определена. Со школой есть договоренность с 7 до 9 вечера каждый день можно здесь играть. Хорошую погоду. Хорошую погоду, естественно. Значит, нам предоставляют товарищи необходимое оборудование, сетку, мячик мы сами ищем или мячик даете тоже? Посмотрим по ситуации. То есть если мяча не будет, то может быть и мяч. Я думаю, что мяч мы как-то разыщем все-таки. Значит, нам нужно сейчас два ответственных человека, которые пишите мне в личку о том, что я, да, я такой-то вот хочу заниматься волейболом. Ну, нам нужна от вас следующая активность, чтобы вы созванивались, договаривались, как-то организовывали людей, вешали эту самую сетку, да, после игры эту сетку снимали. Есть сообщество, да, которым уже 800 человек, которые именно волейбол, туда надо вступить, вот, и вывешивается заявка. В любую хорошую погоду, там, к середине вывешивается заявка. Все, у вас есть своя, короче, степень. Да, и люди пишутся, то есть если меньше 8 человек игра не состоится, до 18 человек, чтобы 3 команды играли. Тогда мы обязательно ссылку на вашу группу разместим после этого видео, чтобы вы тоже смотрели. Ну, в личку пишите мне, потому что я должен вас указать, понимать, кто вы такие, потому что я за это отвечаю лично, и договориться со школой, чтобы школа вас видела и знала. Чтобы здесь был порядок. Да, чтобы здесь был порядок, и за этим наблюдали. Поэтому ответственные люди, которые хотят принять участие в активности на Королевке, вот у нас есть замечательная возможность организовать на школе волейбол. Затянули чуть-чуть, но, ребята, давайте, короче, не только мы должны мокнуть, да, и напрягаться, но и вы давайте примите тоже непосредственно участие. Все, заканчиваем. До встречи. Королевка, объединяйся. Ниада!